сегодня суббота интересно зачем тебе завтра просыпаться нет смысла вставать и куда-то идти куда с кем ты осталась одна у тебя никогда и друзей-то не было и вот появился он такой добрый заботливый говорил что любит тебя у вас были незабываемые дни проведенные вместе благодаря ему ты даже за компьютером почти не появлялась школе с ним и школа к нему а помнишь как вы лежали вместе смотрели в потолок он обнимал тебя и говорил что любит потом ты повернулась и посмотрела в его глаза тогда в них было что-то притягивающее напугающее ты навсегда запомнил этот взгляд твои пальцы дрожат но ты все равно продолжаешь набирать этот текст клавиатура мокрая но ты не желаешь останавливаться вспоминая все эти счастливые моменты в колонках грустная мелодия когда-то последний раз слушала эти сопли девочка ты всегда была самой позитивной не могла не улыбаться ему у вас даже был спор сможешь ли ты продержаться пять секунд не улыбаясь и ты проиграла потому что была очень счастлива а сейчас что случилось он признался тебе что не любил тебя не любил совсем он сказал что не думал что отношения зайдут там далеко твое сердце словно остановилась тот момент и словно не слышала и не видела ничего совершенно ничего и не понимаю как это может быть это же шутка как он мог с тобой поступить так такого быть не может неужели это все не искренне через секунду ты поняла что он сказал это совершенно серьезно и вот твоей жизни появился вопрос что делать ведь твоя любовь как была так и осталась только выяснили что она никогда не была взаимной ты соглашаешься остаться друзьями с ним чтобы иметь возможность видеть его общаться ты будешь даже рада что он будет счастлив с другой потому что любишь его но твои чувства настолько сильны что ты не можешь понять как он мог тебя обманывать он сыграл с тобой такую игру узнал все тайны и секреты был рядом играл 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 и выбросил ты чувствуешь внутри такую пустоту словно из тебя что-то выдрали и так плохо что нет слез нет голоса чтобы кричать ты сидишь на диване и понимаю что не чувствуешь ног и рук и вот эти сообщения с точками в конце предложений потом ставишь смайлики чтобы показать что тебе легче но на душе все также пусто а потом однажды не выдерживаешь и пишешь что любишь его потом отправляешь сотни сообщений с тем что чувствуешь и он отвечает что чувствует себя виноватым он говорит что либо полностью выкинет тебя из сердца либо хочет заполнить сердце тобой в твоих глазах зажигается надежда и вот вы рядом он молчит ты молчишь он словно помененный начинает говорить совершенно другое он говорит что не хочет быть с тобой ты плачешь плачешь у него на глазах а он сидит и качает головой в так музыки играющих проезжающей машине успокаиваешься и понимая что это конец кидаешься к нему с мольбой о возвращении такая глупая дура ты говоришь ему давай начнем сначала и он словно в истерике ты начинаешь болтать разные глупости и он отвечает зачем ты так много говоришь заткни меня просишь его ты и снова повторяешь заткни меня он наклоняется чтобы поцеловать тебя и ты забываешь обо всем становится легче неделя счастья и появляется тревожный сигнал он не поцеловал тебя на прощание не взял за руку не пошел гулять с тобой не пишет спокойной ночи не отвечает на звонки ты не понимаешь что глупо устраивать скандалы только потому что ему все равно что чувствуешь ты ему тоже все равно он просто пожалел тебя в тот день когда заткнул ты пишешь вашему общему другу рассказываешь как тебе плохо и говоришь раз все-таки бездушные да я тоже стану бездушный чтобы не было больно он пересылает переписку ему и герой твоих снов пишет тебе что не хочет больше общаться с бездушный ты пишешь я не буду бездушный я люблю тебя а он отвечает а я тебя не люблю а что сделайте мне бездушный яблевый ты читаешь что это это что я боюсь это поцеловать не буду бездушный яблевый а он неSmash между прочим это все еще и они даже их дороги от не знал яблево разговариваю